Приветствую вас! Значит, смотрите. По вашему описанию, больше похоже на то, что вы можете быть вместе только в том случае, если вы всегда будете такой вот жертвой, которую нужно спасать, или если вы будете всегда находиться в такой, ну, в такой, например, зависимой позиции от мужчины, вот, что с одной стороны не нравится до конца ему, с одной стороны не нравится до конца это ему, вот, с другой стороны, с другой стороны, значит, я бы сказал, что по другому отношения он строить, ну, возможно, не умеет, не умеет вообще. То есть, это история, вот, она она об этом. Вот. История, она о том, что мужчина не способен выстраивать равноправных отношений. То есть, мужчина способен как? Либо доминировать, да, либо как-то, значит, ну, полностью полностью, ну, отвергать, да, полностью, там, может быть, принижать, там, и так далее. То есть, вот такая история. На, на разные отношения рассчитывать именно с этим человека вам, к сожалению, не приходится. Вот. Потому что он на близкие отношения, ну, вот, как мне, по крайней мере, показалось, на близкие отношения человек, ну, к близким отношениям человек не готов. Вот. Мне так показалось, по крайней мере. Вот. Конечно, это не приятно, безусловно, да, это безусловно неприятно, в этом, безусловно, нет ничего хорошего, вот, но как это видится, мне это так. И вместе вы, соответственно, исходя из этого, можете быть, ну, только в том случае, если вы примете его в такую позицию, в позицию нестабильности, в позицию, значит, такой вот неопределенности, да, и позицию такую, что, значит, скорее всего, он не готов к более близким отношениям с вами, то есть, ну, то есть, он отношений хочет, ему с вами хорошо, но, как бы, больше он, на больше он пока не готов, вот, я думаю, так, вот. А может ли это говорить о том, что вы с ним не будете вместе, может ли это говорить о том, что вам не трудно быть вместе, да нет, в принципе, в принципе, нет, потому что всё ещё может быть хорошо, в том, ну, в том плане, что, в том плане, что вы будете играть свою роль, значит, в отношениях, вот, он будет играть свою роль, и так вот вы сможете взаимодействовать друг с другом, ну, постольку, поскольку, да, вот, и всё, собственно. Другое дело, устроит вас это или нет. Действительно, не совсем понятно, кому именно вы задаёте вопрос, да, то есть, ну, задаёте ли вы вопрос эзотерикам или задаёте вы вопрос психологам, потому что психологи, они анализируют информацию, которую даёт клиент и даёт рекомендации, соответственно. То же, что описываете вы, то же, что говорите вы, да, ну, как-то больше походит, то есть, больше походит именно на запрос к эзотерикам, а не психологам, вот. Хотя я, конечно, в принципе, могу здесь ошибаться, вот, но мне это видится именно так. Вот. Что ещё можно добавить, да, что можно добавить? Добавить можно то, что вы способны вывести отношения, в принципе, вы способны вывести отношения на новый уровень, да, то есть, вы можете это сделать. Как вы можете вывести отношения на новый уровень? Отношения на новый уровень могут быть выведены, если вы дадите своему мужчине понять, что такое поведение неприемлемо для вас совсем. Вот. И, соответственно, если он увидит, что вы вот так вот не хотите, что, ну, вас не устраивает, что вы вообще хотите другого совсем, вот, ну, это вот вполне может уже его к чему-то подвигнуть, да, и, соответственно, значит, он уже будет что-то, что-то делать. Вот. Вопрос, вопрос здесь скорее в том, что вас устраивает, то есть устраивает ли вас, как обстоят дела или нет, вот, на данный момент. Если не устраивает, да, если вам, ну, вот так, если не нравится вам, как обстоят дела, да, а я думаю, что все же не нравится, вот, то в таком случае, ну, конечно, надо что-то менять, это очевидно. Но, опять же, мужчина сам меняться не будет без вас, вот. Мужчина, он, если вот его, его все устраивает, да, он не будет меняться, не будет ничего менять, вот. Поэтому я думаю, что вот, в принципе, так вот можно ответить вам на вопрос. То есть, если вы хотите отношений с ним, то подумайте, что, соответственно, вы готовы для этого сделать, для этого сделать, да, что вы готовы для того, чтобы ваши отношения развивались, вот. Если вы хотите, значит, чтобы они развивались, да, то, опять же, важный момент, ну, в какую сторону вы хотите, чтобы они развивались. Все вот это вот нужно обязательно исследовать, вот. То есть, что мужчина психует, да, это говорит лишь о том только, что он не готов именно к близким отношениям. То есть, именно близкие отношения, которые вот с замужеством, да, значит, ну, с вашим замужеством, вот, его не устраивают. Хорошо это или плохо, да, знаете, я не думаю, что можно употреблять, ну, такой термин, да, вот. Ну, просто потому что это оценочное какое-то суждение, а это не то, что отражает реально, вот. Поэтому, я думаю, я думаю, я думаю так, я думаю так, вот. Значит, давайте я сейчас ещё раз зачитаю ваш вопрос. Так, в апреле прошлого года, то есть, вот, почти год назад, значит, расстались. Летом, вроде как, стали снова парой. Что значит, вроде как, снова стали парой? Непонятно, да, то есть, какую роль в этом сыграли вы, какую роль в этом сыграл молодой человек. Значит, понимаете ли вы, из-за чего, собственно, у вас имел место быть конфликт. То есть, это вот, ну, конечно, то, что вообще никак вы не раскрываете в своём тексте. А ведь это, это, на самом деле, очень-очень важный момент. Потому что, если вы расстались, значит, у вас, очевидно, были серьёзные проблемы. Ну, если вы расстались, значит, у вас, очевидно, были проблемы, вот, проблемы очень серьёзные, вот, ну, раз вы прям вот расстались-то, да, вот. И вы помирились, и вы даже не пришли, как я понял, ни к какому решению, по сути, дел. Вот. То есть, примирение было, да, а решение, решение, нет. Почему расстались, да, из-за чего расстались, вот. Этого не было. Ну, и что-то, вот это вот ваше вроде как, это либо нежелание брать ответственность, либо, либо, ну, либо неуверенность в себе. То есть, я, конечно, опять же, не знаю, да, как обстоят дела, но, вполне может быть, что ситуация вот именно, именно такая. Потому что, ну, вы же хотели быть парой с ними, да, наверное. То есть, вы говорите, вроде как снова стали парой, нет, не так. Я хотел быть с ним парой, и я что-то сделал для того, чтобы быть парой. К начале осени он психанул, сказал, что не хочет возвращаться ко мне, может, и любит ли подружку, но это страх близости. До апреля, эээ, шили два, года два вместе, у меня сын от прошлого брака. Ну, смотрите, здесь у вас получается такая история, что, эээ, от первого брака мужчина от вас уходит, да. Эээ, вот, эээ, значит, соответственно, во втором, ну, во вторых отношениях, эээ, со вторым мужчиной отношения так же не складываются. Здесь имеет место быть некий, может быть, негативный сценарий, эээ, который, эээ, ставит препятствия, эээ, ставит препятствия. Эээ, для вас, эээ, значит, на пути к достижению гармоничных отношений. Эээ, там, во-первых, браки что-то не получилось, и теперь вот вторые отношения тоже не складываются. Плюс еще сын, о котором вам так же нужно думать. Эээ, значит, к чему вы написали про сына, кстати, не понятно. Последние месяца в пять мы с этим планом видим себя каждую неделю, занимаемся сексом, бываем его друзей. Эээ, не совсем понятно, что, значит, вы видитесь каждую неделю, да, то есть это вы видитесь раз в неделю, вот, или вы видитесь в шту неделю. Соответственно, занимаемся сексом, бываем его друзей, то есть пусть весело проводим время. Вот, мужчине от вас нужно, нужно пока по описанию, эээ, ваше общество, эээ, общество и, соответственно, секс. Ну, и, вероятно, время провождения, ну, вот, с друзьями, как бы, да, вот, такая история. Как это видится мне, ну, вот, эээ, вот, эээ, ситуация примерно так, так вот складывается примерно в ситуации. Вот, опять же, вы говорите, что мы, что мы видимся, знаете, какая история. То есть вы, я не знаю, замечаете вы или нет, вы избегаете не говорить «я». Вы не говорите «я». Я с ним вижусь, я занимаюсь сексом. Вы этого не говорите. Вы говорите «мы». А что значит «мы»? «Мы» это, мы это ничего не значит в том-то и дело. Потому что, когда есть «мы», когда есть «мы», нет личной ответственности. А когда нет личной ответственности, нет контроля за тем, что вы, например, делаете, за тем, что вы, например, совершаете. Вот вы, например, пишите, да, о том, что, ну, что встречаетесь с ним, да, и занимаетесь сексом. Хорошо. Вы хотите этого. Вы хотите заниматься сексом с мужчиной. Вас устраивает такая постановка вопроса или нет? Понимаете, если вы ничего не делаете для того, чтобы ситуация изменилась, если вы ничего не делаете для того, чтобы она, ну, стала другой, то вы вместе не будете, потому что зачем мужчине что-либо менять? У него уже есть и вы, и секс с вами, и время провозения с друзьями. Зачем ему что-либо менять? Знаете, какая история? Вот. Поэтому тут вот, на мой взгляд, вопрос касается именно вашей, значит, субъективной стороны процесса. То есть, момент такого, чего я хочу, момент такой, чего я хочу, и что я делаю для того, чтобы реализовать то, чего я хочу. Вот. Потому что если я хочу, но никак не реализовываю это, да, вот, то возникает вопрос, а для чего мне вообще эти желания? Вот. Вот. То есть, может быть, они мне нужны просто, чтобы раз за разом доказывать себе, что я не могу их реализовать, например. Вот. Я сейчас не утверждаю, да, а я сейчас просто предполагаю пока что. Вот. Ну, а надеюсь, что вы об этом подумаете, надеюсь, что для вас это, ну, будет вещей для размышлений. Вот. Заметьте, кстати, что вы живете с мужчиной два года до апреля, да, и он не сделал вам предложения. Было, словом, такие длительные отношения, которые у нас были у него впервые. Ну, то есть, это вот, для него это тяжелый достаточно опыт, да, стабильные отношения. Помогает финансово, пока я без работы, я когда уезжаю, домой все время просто общаюсь, когда я ехал. Ну, эту заботу на вас волнуется, ну, знаете, такое поведение мужчина, от такого поведения может продержаться годами. Вот. Если вы не видите, что он настроен серьезно, то я бы рекомендовал общаться с другими мужчинами, дать ему понять, что он может вас потерять, вот, и он тут же проявит свое истинное отношение к вам. Вот. То есть, истинное отношение к вам, это какое, да, это какое, какое это, истинное отношение к вам. А истинное отношение к вам, это вот он, если вы его интересуете, да, если вы его интересуете, если он действительно, ну, скажем так, озабочит вами, да, если вы его волнуете, вот. То, соответственно, если вы его волнуете, то человек при наблюдении, при, ну, когда он увидит вашу активность, вот, он сразу сделает к вам жаги вперед. То есть, будет, ну, может быть, активнее взаимодействовать с вами, да, может, там, еще будет какая-то активность, вот, с его стороны. Понимаете? А если ему, как бы, все равно, да, если ему, там, например, плевать на вас, да, или если он использует вас, там, исключительно, только для своих целей, вот. То он, он, скорее всего, да, ну, просто начнет на вас агрессировать, да, там, говорит, что это ты виноват, что все отношения, там, испортил, испортил и так далее. Вот. То есть, конечно, я не говорю, что это решение прям очень правильное, но в вашем случае, как вариант, можно рассмотреть его. Можно рассмотреть другой вариант, когда вы просто-напросто отдаляетесь и перестаете, перестаете с ним как-либо взаимодействовать вообще. Вот. То есть, просто, там, грубо говоря, привет, привет, пока, да, там, у меня все хорошо, например, вот. Вот. И все. И все. Никакого секса встречи, встречи, ну, встречи, встречи, может быть. Вот. Ну, а секса никакого. Вот. Потому что, ну, а как, как иначе? Вот. 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 Если вы себя-себя вот так поставили, да, по отношению к мужчине, да, что с вами можно, ну, возможно, вам можно встречаться, с вами можно заниматься сексом, но при этом не быть вместе, да, то зачем мужчине что-либо менять? Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.